Здравствуйте, уважаемые друзья! Очередной обзор у нас на канале. На этот раз баллонские удилища от компании Colmic. Модель называется Warcraft. Удочки достаточно известные, уже проверенные рыболовами, но обзоров таких вот полных, скажем так, их нет. Ну, начнем. Серия насчитывает в себе несколько длин. Это 4, 5, 6 и 7 метров. 7-ки, как правило, в последнее время к нам не завозятся, потому что они, в общем-то, ну, с моей точки зрения, они немного тяжеленькие. Ну, и, соответственно, как альтернатива 7-кам, есть другие модели, которые, в принципе, в этой же ценовой категории. Но вот 4, 5 и 6 метров, они идеальны, в общем-то, да, по своим характеристикам, по сочетанию цена-качество. Ну, учитывая, что Colmic все-таки компания итальянская, значит, сделаны, как говорится, высокомодульный карбон. Сколько тонн производитель не указывает, ну, по моим ощущениям, это где-то в районе 40. Ну, давайте, наверное, приступим. Сразу вот берем первую встречную, поперечную. Удочки все запечатаны в такой полиэтилен, залиты. Ну, о том говорить лишний раз гарантии того, что ей никто не ловил. Хотя с полиэтиленом, наверное, тоже можно ловить. По колечкам достаточно простенькие кольца, но при этом надежные. Модельку вот сейчас именно вам не скажу, потому что я знаю три серии, вот, точно из таких же колец, с которыми внешне они похожи, но отличаются там немного вот вставкой, там, размером, чуть-чуть, да, и так далее, лапок. Поэтому, ну, бюджетные кольца, я не могу сказать, что они там плохие, но надежные, хорошие колечки, ну, простенькие такие, да. Дальше, для того, чтобы кольца друг на друга особо не ложились и не бились, здесь у нас, ну, здесь это внутри. Давайте вот сразу вам покажу. Сейчас не покажу, на другой покажу. Вот здесь откручиваем заглушку. Вставлена такая вот неопреновая вещица, на которую должны ложиться колено. Для того, чтобы кольца не ложились друг на друге и вставки не травмировались. Но на самом деле, именно вот у этих колечек со вставками все в порядке, и даже если они будут ложиться, я знаю массу узилищ вот с такими сериями, и ничего оттуда не вылетает. Поэтому в этом отношении можете быть спокойны. Дальше идет хлыст с двумя разгрузочными колечками, подвижными, соответственно. Второе колено с одним разгрузочным кольцом, подвижным. Ну и дальше, соответственно, следующее колено. Сразу по поводу поломок и запчастей, если кто-то наступил, сломал там на забросе случайно, или карпа в руку решил принять на 2 килограмма, то хлысты, первое колено, соответственно, второе колено и третье, они, как правило, на данный момент в наличии есть. И по акции, кто у нас покупает это удилище, в период действия акции они вам достаются бесплатно. Условие два – это покупка у нас в магазине Мультифиш, и второе условие – это человек должен быть подписан хотя бы на 3 социальные сети. Это Телеграм, ВКонтакте, Ютуб, Рутюб, Фейсбук, Инстаграм. И это, в общем-то, гарантирует то, что человек получает запчасть. На всякий случай, сразу оговорюсь, там маленький процент этого есть, но пока этого не случалось. Если вдруг на какую-то модель, я уже не про эту модель конкретно говорил, у нас не оказывается запчасти, то мы как-то выходим из положения с человеком, мы можем подобрать альтернативный вариант, можем сделать бесплатный ремонт. Ну, как бы это примерно, ну, 5%, наверное, может быть и 100 примерно. Это вот я говорю о вообще производителях других. Значит, дальше по коленам. Коленцы в стиле Колмик и Шимана имеют вот такие отметки. Это говорит о том, чтобы, как считает производитель, для того, чтобы получить оптимальный строй, вы должны совместить в прямую линию, соответственно, эти шилдики, или как их еще назвать, и, соответственно, вы получаете из удочки максимально быстрый строй и идеальную, с точки зрения, опять же, производителя, работу бланка. Дальше по катушкодержателю. Значит, стоит катушка-держатель производителя Джинбо, торговая марка такая. Ничего плохого по нему сказать не могу. Точно такие же похожие держатели стоят на других многих сериях баллонских удилищ. Радует то, что он слегка врезинен сверху, он такой мягенький и приятный на ощупь, защелкивается тоже мягко и очень плотно. Соответственно, лапка катушки, которая сюда будет установлена, она тоже стоит очень мягко и хорошо, и плотненько. Тогда ничего тут не раскрывается в процессе ловли и так далее. То есть, по рекомендациям на катушке, это четверка-пятерка. Вот что у меня в руках, пятерка, это вот 4 метра длина. Сюда 2,5-3 тысячи, с моей точки зрения, по Шимана вот такая вот размерность. На шестерку можно поставить 4-х тысячную, если она легенькая катушка, ну, например, там Nexave какой-нибудь от Шимана. Либо, соответственно, трехтысячную тоже. Поэтому на баллонках, я отдельный ролик об этом сниму, на баллонках непринципиальное значение имеет, скажем так, дороговизна катушки, наличие большого количества подшипников и тому подобное. То есть, по большому счету, на баллонке катушка служит для хранения лески, и что ей нужно, это хорошая работа фрикциона. А это, как правило, передний фрикцион. Ну и, соответственно, вот на что обращать внимание, это хорошая работа фрикциона. Мягкий, плавный, плавная регулировка фрикциона, она как раз на, в общем-то, практически всех катушках таких вот, ну, известных производителей. Сейчас вот катушки Cadence у нас приехали, очень, кстати, неплохие. То же самое, на баллончике люди берут и наслаждаются, и радуются. Фрикцион очень хорошо работает. Дальше, наверное, начнем уже их измерять. Значит, по, вот еще не сказал, по чехлу. Вот такие вот чехлы. Разрезные слегка, да, оно вот разрезается. Но очень жесткие чехлы, плотные, прочные. Как бы никаких вопросов тут не вызывает. Они закрывают полностью кольца и не дают вылетать, соответственно, хлысту. Измерим транспортную длину. Ну, она практически одинаковая у всех, там с небольшим дополнением. Ну, учитывая чехол, у нас 140 у меня получается. Дальше приступаем уже к измерению диаметра рукояти. У четверки диаметр 18, у пятерки 21 и у шестерки 22. Повторюсь, удилища универсальные имеют тест 20 грамм. Но, тем не менее, я ими ловил. И 25-граммовый поплавок на хорошем течении, они держат в жесткую придержку прекрасно. Поэтому, учитывая, как говорят, жесткую морду у этих удилищ, то есть, совершенно спокойно, если вы ловите поплавками 22-25 грамм, вы можете их покупать. Так, ну и важный момент, это вес. Я тут заглянул в каталог официальный, Колмика, и увидел, что вес, в общем-то, не совпадает. В каталоге он серьезно меньше. Ну, давайте я вот вам скажу, сколько они реально весят. Но каталогу я, значением в каталоге я не верю никогда, поэтому всегда все перевешиваю. И перемеряю. Значит, четверка по весу 175 грамм, шестерка 240 грамм, а, пятерка 240, и шестерка 311 грамм. Ну, тогда давайте раскладываем и смотрим строй. Ну, вот, господа, теперь разобрали. Значит, четверочка у меня в руках. Вот так провожу, чтобы все было видно. Ну, приятная палка. Пока я с хорошим запасиком нагружаю. С хорошим тоже распределением нагрузки по бланку. Ну, универсальная палочка, которая подойдет для течения, для карпа, для форели. Ну, вот, пятерку беру, смотрите, тоже в руку. Ну, такой же строй, один в один нагружаем. Вот я вам руку показываю, левой рукой делаю, сейчас упрусь, чтобы посильнее. Вот, видите, она вся, смотрите, видите, на камеру хорошо работает, вся. Вся прогружается, то есть она распределяет хорошо. Это значит, гарантия вам того, что при хорошей рыбе она не сломается, а распределит нагрузку дальше. У нас многие даже ее берут на ловлю на живца, на щуку, ну, на свой страх и риск. Как живцовую палочку. Хотя та же самая 7-кейс, с точки зрения либо алекса, ничуть не хуже. Ну, вот, шестерка, она уже чуть-чуть помощнее. Ну, то же самое, с такой средне-быстрый строй, не заваливается ничего. Видите, давайте нагружаем. То же самое, один в один бланки. Универсальные палочки на все случаи жизни, как говорится. Под течение, под стоячую воду. Итак, друзья, все разложили, посмотрели. Ну, универсальные палочки, небольшая ложка дегтя. По поводу них, скажем так, есть достаточное количество мелкого брачка по бланкам. Поэтому, на всякий случай, когда вы будете заказывать, хоть у меня менеджеры проверяют это все, но лишний раз в комментарии напишите. Прошу проверить там тщательно, да. Потому что именно эта серия, она хорошая. То есть, каких-то трещин, сколов, такого нет на бланках, да. Там кольца все в порядке, вставки кольца в порядке. Ну, какие-то такие потеки, лака, где-то чуть-чуть там недокрашенность какая-то. То есть, вот такие мелочи, если для вас они существенны, и для вас прям нужно чуть ли не ювелирную палочку купить, то вот лишний раз попросите менеджера более тщательно проверить. Хотя они, я повторюсь, и так проверяют у меня все. Значит, еще один момент, который я не сказал. Это реальная, то есть, фактическая длина удилищ. Как вы знаете, все удилища у нас на рынке имеют меньшую фактическую длину, чем заявленная, либо чем номинальная. Я вот себе тут выписал, значит, 4 метра имеют длину в реальную 376, пятерка 475 и шестерка 573. Это то, что я забыл сказать в предыдущем. Значит, по чехлу. Тут точность такой же, как и 7K, Алекса модельки, да, форелевые ТМСки и так далее. Вот у Колумбик взял, видимо, моду, как говорят, да, делать вот такие цвета чехлов из того же материала. Все одинаково, в общем-то. Синтетика, которая не впитывает влагу и, соответственно, не пахнет на вот таких веревочках. То есть простенький чехольчик, ну, такой веселеньких цветов, скажем так. Обязательно, пожалуйста, в конце я должен напомнить вам, чтобы вы подписывались на социальные сети ВКонтакте, Телеграм, Ютьюб. Это крайне желательно, да, и просто желательно, да, но не обязательно. Это Рутьюб, Инстаграм и Фейсбук. В таком случае при покупке у нас удилища вы можете иметь бесплатно запасные части в период действия акции и, соответственно, их получать и быть подстрахованным. Только фактически каска такой у вас будет. В общем, всего вам доброго, до новых встреч и еще раз подписывайтесь и покупайте Multifish. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok